ну чё хорошие мои друзья всем привет это снова я саня черкасов я снова в дубае я продолжаю здесь закрепляться и данная серия пойдет о том как я получаю право здесь дубае потому что к сожалению мне нужно их получать потому что я не из тех стран которые имеют право здесь иметь право и водить машину я только что вышел из dubai driving center это одна из школ дубайских почему я выбрал именно эту потому что у нее самая лучшая оценка на гугле 44 я люблю оценки на гугле ну и пока я иду дальше обратно буду вам потихоньку рассказывать что вообще происходит эмират это такое место где ты не можешь управлять машиной со своими правами только как турист есть это турист ты можешь взять машину где-нибудь аля в аэропорту и тогда и управлять но если ты уже резидент эмиратов и ты хочешь либо арендовать машину либо покупать машину ты должен иметь их права есть определенная категория стран которые могут просто получить право эмиратов просто прийти в специальное учреждение сказать здрасте и тебе дают эмиратские права но как ни странно и россия не входит в этот список стран туда входят всякие крутые страны типа норвегии испании и далее мы туда не входим поэтому таким людям как я им нужно заново учиться водить скажем так и это очень забавно это как раз то на что я только что подписался здесь конечно же не нужно прям совсем сызново учиться если ты хороший водитель то тебе нужно пройти просто несколько часов такой да как дополнительной подготовки то есть тебе грубо говоря нужно сдать теорию и поводить какое-то количество уроков здесь по дубая у меня таких уроков будет всего 10 потому что я водитель у которого стаж больше пяти лет есть у тебя меньше пяти лет у тебя будет 15 если ты очень начинающий тех будет 20 в общем я записался в этот дубай дровин центр стоило мне это 3200 дирхам то есть это примерно 65 тысяч рублей посмотрите какой курс сейчас если интересно но это записался на каждодневные уроки то есть это 6 дней в неделю кроме воскресенья потому что хочу побыстрее все это сделать если вы берете трехдневные уроки то это будет дешевле и так что тебе нужно чтобы начать учиться и получить права дубая по факту тебе нужно только эмиратс айди который я получал в предыдущем видео можете посмотреть если интересно и баблишка все остальное неважно то есть понятно что если у вас есть права ты показываешь им права а ну нужно еще в паспорте иметь рабочую визу ну понятно делать у вас есть и мы сойди значит у вас есть визу значит с этим проблем точно не будет какие шаги нужно предпринять значит первый шаг прийти и записаться и вкинуть баблишка они тебе дают ссылку на их сайт где ты можешь проходить теоретические уроки когда ты пройдешь теоретические уроки ты можешь записываться на сдачу теоретического теста также там где-то у них можно тренироваться как у нас до тренироваться приложение скачать или просто на сайте тренироваться отвечать на вопросики вопросики у них конечно немного отличаются от наших и некоторые из них очень странные и я потом обязательно сделаю вам небольшое включение с самыми странными тупыми вопросами, потому что они реально некоторые жутко странные, некоторые жутко тупые, просто пипец. Я просто уже по приколу там ковырялся, это забава. Также нужно пройти тест на зрение, я его только что сделал за 100 дирхам. Чисто как у нас эта таблица ШБ и так далее, только с нерусскими буквами. Одну прочитал так, одну так, потом сказал несколько цифр с этими дальтоническими кружочками разного цвета и все. То есть это, не знаю, минуту заняло. Супер быстро, супер просто. Так что сейчас я просто пехаю домой и онлайн прохожу эти курсы теории. И чем быстрее это сделаю, тем быстрее я смогу записаться на теоретический тест, пройти тест и только уже после прохождения теории ты можешь записываться на практику. Но об этом я вам буду рассказывать позже. Вы уж извините, конечно, что я вот по какой-то стройке сраной хожу, но вот в такой жопе он находится. Кстати, да, этот центр находится в жопе, но у них есть бесплатный развозка от метро до них и обратно. Так что это будет уже не так печально сюда добираться. Йо, народ! Хочу показать вам, как выглядят онлайн-курсы, как они проходят теорию. Смотрите. В общем, вот такие вот анимационные видео, просто лекции, как у нас вот то, что мы ходим в автошколу, про знаки, про первую помощь, про аварии, как поворачивать, как езжать на перекрестки и т.д. То есть все то, что мы проходим в автошколе, здесь ты проходишь также, но онлайн. То есть ты сам контролируешь, как часто и как быстро ты это делаешь. Это очень удобно. То есть здесь 8 больших лекций, я их прошел за 2 дня. Хотя, я уверен, много людей это проходит там за неделю или даже дольше. Но, так как я замотивирован, я это сделал быстро. И чё, и в конце есть так называемый mock-тест, то есть тест, на котором ты можешь потренироваться, какой он будет уже на теоретическом экзамене. Сейчас я его загружу и тоже вам покажу примерно. Ну, на самом деле, ровно то же самое, как у нас, ну, за исключением того, что немножко вопросы иногда отличаются. Вот, у тебя есть 35 минут на 35 вопросов. Не знаю, так же это будет на экзамене или нет, но вот здесь так, ну, вот как обычно, да, то есть выбираешь, что из этого запрещения поворота, разворота, оп, и так далее, в общем. Также есть вопросы просто обычные текстовые, вот такие вот. Ну, и вот такие же с картинками, тоже вопросы, как у нас, типа, какая машинка должна проехать первую и так далее. Вот так вот. Ну чё, народ, можете меня поздравить. Теорию я сдал. В целом, это было супер просто. Заняло у меня это 6 дней, да, классного момента, как я зарегистрировался в школе, и вот сдал теорию 6 дней, потому что я пару дней готовился, пару дней на выходных они тупили и не могли меня записать, и вот, короче, так вот получилось. Не сказать, что быстро, но не сказать, что долго. Сам тест халявный. Получается 35 вопросов обычной теории, и из них можно сделать 7 ошибок. 7. Напомню, что в России можно сделать только одно, здесь можно 7. Эти 35 вопросов я вообще без ошибок ответил, и потом еще 5 вопросов на восприятие угрозы, так называемое. То есть тебе показывается видосик, как будто ты едешь на машине, там что-то происходит, и тебе нужно указать точно, кто был самой там большой опасностью. Там какой-то водитель дурацкий, или велосипедист, или пешеход. Вот там я сделал 2 ошибки из 5, потому что мне эти видосы вообще раздражают, они какие-то супер непонятные, то есть там и эта штука опасная, и эта штука опасная. Ты такой думаешь, блин, типа, какая из них что-то более опасная. Ну вот, видимо, 2 раза я неправильно это сделал. Я не могу мыслить так, как мыслят арабы. Ну, неважно, короче. Я сделал всего 2 ошибки. Я прошел, все, зашибись. Меня сразу ткнули в другой кабинет, где, типа, нужно было как раз проходить этот, так называемый evaluation test, то есть это оценочный тест. Ты должен показать то, что ты достоин, ты умелый водитель, ты достоин всего 10 часов обучения. То есть я думал, что это будет вождение с чуваком, он такой, а, ну да, ты норм, но по факту тебе просто поставили штамп, типа, ты норм, и все. Ну, посмотрели на мои русские права, и все. То есть забили болт по факту. И я пошел в третий кабинет, и уже записался на вот эти вот уроки, 10 часов, которые мне нужны. К сожалению, записаться получилось только на следующий понедельник, сегодня вторник, короче, через 6 дней. Говорят, что, типа, ну, достаточно много народу, поэтому нужно подождать. Но в целом, типа, 6 дней это мало. Другие люди мне говорили, что они ждали там по 14 дней и больше. Ну, короче, типа, просто 6 дней, получается, улетают трубу, мне нефиг делать эти 6 дней. Но в 6 дней я начинаю уже практически курсы, и это зашибись. Ну, что, ребята, и, как и обещал, самые тупые вопросы по теории, которые мне попались. Ну, одни из, такие, которые я вот сумел вспомнить, прям, которые выбесили. Номер 4. Вопрос такой. Вы едете со скоростью 60 км в час. Какой у вас будет тормозной путь? Сколько метров? Ответ? 33 метра. Нужна ли эта информация человеку, который за рулем? Я что-то вот немножко сомневаюсь. Вы реально, когда едете по дороге, вы каждый раз как-то глазами отсматриваете 33 метра, что вот я только дотуда смогу оттормозиться, если что? Вряд ли. Ну, типа, по-моему, бесполезная фигня, и знать это тебе никак не поможет. Ну, ладно, это еще куда не шло. Вопрос номер 3. Для меня, как человека, который учился водить в России, вообще, конечно, я немножко подофигел. Значит, знак, вот этот знак, да, где большая дорога, перекресток с маленькой, да, дорогой. Ну, типа, главная и второстепенная. То есть у нас-то что? Видишь знак такой, ну окей, дальше будет перекресток, у меня главное. Ну, просто буду знать, что там могут быть машины слева и справа. Но по факту ты едешь просто дальше. У них правильный ответ. Впереди перекресток, приготовьтесь снизить скорость и остановиться. Зачем снизить скорость? Ну, снизить скорость, что хрен с ним, типа, чтобы для безопасности? Ну, там, а застанавливаться-то зачем? Ведь это перекресток с главной дорогой, ты на главной. Я не знаю, что это за хрень, но когда я выбрал ответ неправильный в билетах, и мне показали правильный, я такой, типа, че? Я был уверен, что это ошибка. Походу, нет. Окей, вопрос номер 2. В каком... Какой должен быть рост у твоего ребенка, чтобы пересадить его с люльки в бустер? Нахрена мне это знать? Нет у меня детей, я вообще не знаю, будут или нет. Вот зачем мне знать рост ребенка, чтобы пересадить его в бустер? Да блин, ну понятное дело, что человек с ребенком, он посмотрит, если че. 145 сантиметров, правильный ответ. Это пипец просто, это вот это тоже, ну бесполезная хрень, зачем? И вопрос номер 1, наверное, по тупости, который мне попался. В обычных условиях вы едете за грузовиком, в обычных условиях сколько займет секунд, чтобы обогнать этот грузовик? Правильный ответ 25 секунд. А теперь, друзья, скажите мне, что такое обычные условия? Это пипец, то есть мне кажется, здесь столько переменных, которые может быть, как можно это вообще высчитывать какими-то секундами? Какая длина грузовика? Какая длина твоей машины? Ландшафт, скорость грузовика, скорость твоей машины, дорожное состояние, ну типа там мокрость, снег, дождь, град, апокалипсис. Обычные условия 25 секунд, типа что вообще? Я не знаю, что курят эти ребята в Дубае, при том, что они не могут ничего курить, потому что здесь нечего курить. Но вот некоторые вопросы реально такие странные, тупые, что я подофигел, но это весело. А в целом все очень похоже на нашу теорию, 7 ошибок можно сделать, поэтому, если что, не волнуйтесь, вы определенно сдадите теоретический тест, это будет несложно. Привет! Сегодня субботка, а это значит, что я прошел уже 6 практических занятий по автошколе, и самое время вам рассказать, как у меня прогресс идет. Первые 5 занятий были халявными, это чисто вождение по городу, это практически все время вождение в местах, где можно ехать только 40, то есть такое, типа, да, это спальные райончики. Просто едем с инструктором, так же, как у нас, типа, поверни налево, поверни направо, развернись, и все такое. Халява полная, поэтому нечего такого, типа, рассказывать. В среду я даже не ходил, потому что он сказал, чел, типа, ты умеешь водить, и зачем время тратить, поэтому один урок мы даже пропустили. А сегодня, в субботку, уже было занятие по площадке. Он учил меня площадки, и площадка здесь, конечно, намного веселее и, так сказать, пожестче, чем в России, да. Если у нас на площадке ты сдаешь только эстакаду, разворот приема и параллельную парковку, то здесь ты сдаешь эстакаду, потом аварийное торможение, потом парковку под 45 градусов, потом парковку задом в бокс, и потом параллельную парковку. То есть здесь 5 дисциплин. И сегодня мы тренировали первые три эстакаду, торможение экстренное и вот эта парковка под углом. В целом, ничего сложного, потому что везде они дают так называемые reference points, да, то есть, типа, чтобы правильно прокануться, доедете до вот этой конкретной части машины, когда ты ее увидишь, то поверни руль, потом подъедь туда, когда ты увидишь в это зеркало эту часть машины, то, значит, надо затормозить. Оно усложняется то, что у них все сделано, так сказать, серьезно. У них специальное место, площадка, специальные машины, которые все нахрен оборудованы сенсорами и камерами. То есть снимают просто всю машину в 360. И видно на экране, он мне даже показал на мониторе у мужика там какого-то, у модного, ну, реально, как, ну, тачка в 360, да, как сейчас функции есть у современных тачек. То есть видно четко, заехал ты на линию, сделал ли ты повороты головой там безопасные перед тем, как парковаться, сжал ли ты руль, когда ты делаешь аварийную остановку и так далее. То есть прям за тобой следят, там не такой, не то, что большой брат, там огромный брат. То есть, вероятно, где-то схалтурить не получится, поэтому, да, это, наверное, будет немножко с этим пожестче. В целом, конечно, ну, в целом, понятно, что я буду волноваться, но, наверное, все-таки я справлюсь. Ну, и он говорит, что типа, чел, ну, по тебе видно, что ты до хрена водил и что у тебя есть навыки, поэтому не должно быть никаких проблем. Так что вот, у меня последнее, значит, занятие практическое в понедельник. Там мы учим остальные приемы на площадке. Зачем? Я уже буду записываться на экзамен в автошколе, ну, на площадку. И зачем? Я сдаю площадку уже в так называемом РТЕ, это местное ГИБДД. Ну, и дальше уже будут дальше тоже всякие обучения, уже мы будем приближаться к сдаче вождения. Ну, об этом я вам уже буду рассказывать потом, по ходу дела. Свидимся, ребята. Пожелайте мне удачи на экзаменах. Теперь я тут надо слезть. Ну, че, народ, я сдал площадку, можете меня поздравить. Два из трех уже на финишной прямой, считайте. Давайте, Бенника, расскажу, как это было. Короче, два экзамена, да, все как у нас. Один для автошколы, один для местных ГИБДД, который называется RTA, Road Transport Authority. Пришел я на экзамен по автошколе. В общем, я вам рассказывал, как это делается. Пять элементов надо сдать. Везде сенсорное управление, сенсорная фигня. Короче, прикол в том, что у них камера 360. И ребята, которые там сидят, они видят на мониторе, как твоя машинка перемещается. Ром то же самое, как камера 360 в машинах при парковке. И все эти элементы, типа параллельной парковки, парковки под углом и бокса, ты должен помещаться туда ровно-ровно машинкой. Ты не только не можешь докоснуться колесом до линий, но ты должен припарковаться так, чтобы и сама машина как бы не попадала за линии. То есть достаточно идеально нужно это сделать. Вот, и с этим я немножко под Pro-E. Потому что на парковке в бокс багажник моей машины залез на линию. То есть, понятное дело, что в реальной жизни этого было бы более чем достаточно, но для них это не так. Они такие, чувак, ну ты запорол, короче, экзамен тому, что ты коснулся линии. Я говорю, ну понятно, что делаем. Они такие, короче, садись опять в машину и делай только бокс. Мы включим, типа, и сделай нормально, и засчитай. Я говорю, а, ну прикольно. На самом деле я очень удивился, потому что я думал, что, ну, типа, Эмират – это страна, где все серьезно, все по правилам. Но ребята в автошколе такие же веселые, как и у нас. Ну, с другой стороны, понятно, им нужно хорошее отношение клиентов, чтобы клиенты рекомендовали их своим друзьям. Короче, я сел в машину и опять сделал ровно то же самое, опять немножко задел линию. Тебя учат так идеально парковаться с помощью технологии… Господи, тут летают какие-то огромные шмели и занимаются сексом. Надеюсь, они на меня не сядут. Короче, ты учишься парковаться с помощью reference points, то есть, как бы, специальных точек. То есть, например, ты смотришь в зеркало, и когда линию, которую ты видишь, она пересекает ручку автомобиля, значит, нужно остановиться. Потому что, ну, типа, если у вас идеальное чувство габаритов и машины, вы, наверное, сможете это сделать сам. У меня не идеальное, вот, и мне эти reference points помогают. Короче, походу я очень хреново настроил зеркала, и поэтому оба раза я провафлил с парковкой. Я прихожу, он такой, ну, чел, ты опять сделал то же самое, и все завалил. Я говорю, ну, понятно, что делай. Мой такой, да, похуй, я тебе ставлю, что ты прошел, ну, просто, блин, запомни эту фигню, и на экзамене в ГИБДД не сделай этого. Я такой, окей, ладно, то есть, мне реально на шару поставили экзамен. Четыре дня я ждал экзамен в автошколу, потом я три дня ждал экзамен в ГИБДД. Пришел, такой, морально подготовился, в голове сделал работу над ошибками, сел, прям постарался настроить левое зеркало четко, как вот мы настраивали его с инструктором, прям вот супер, вот, чтобы повторить, да, то есть, потому что инструктор у меня прекрасно получался идеально вставать посередине любой парковки. Меня очень позабавило и порадовало, как этот инспектор ГИБДД, он сам мне позвонил, такой, здравствуйте, Александр, а вы придете, а все с вами хорошо и так далее, то есть, по сравнению с нашими инструкторами, которые тебя унизят, абстебут и так далее. Не знаю, у меня был такой опыт, и у всех моих друзей был такой опыт. Здесь они очень милые и добрые, это очень мне понравилось. Вот, короче, я сел в машину, перестал волноваться, настроил нормально зеркала, сделал все пять элементов, прихожу, он такой красава сдал. Сейчас на экране вам покажу фотки, как выглядит бумажка, типа, по сдаче экзаменов ГИБДД. Я такой, типа, о, я круто, то есть, я молодец, я действительно правильно все сделал, сделал работу над ошибками. В общем, вот, кайф, меня отпустило, мне хорошо, потому что площадка, я уверен, она для меня и конкретно психологически тяжелее, чем город. Теперь я жду, через три дня у меня будет урок по ночному вождению, я так понимаю, еще внутри будет сразу и вождение на хайваях. А потом все, потом уже два экзамена по городу и права в моих руках. Будет джак в воскурсе, друзья, увидимся. Итак, я съездил на урок по ночному вождению, там не было ничего в целом интересного, кроме того, что мы достаточно прикольно пообщались с инструктором, а там был другой инструктор, ну, типа, из серии, что он тоже согласился, то, что все эти правила парковок, вся эта фигня, она к реальной жизни не имеет никакого отношения, и все это сделано для того, чтобы просто, блин, людей хочет чему-то научить, срубить с них бабок за экзамены, завалить их там и так далее, ну, что-то типа того. И также я успел сдать экзамен по городу для автошколы. Я заболел, у меня было очень хреновое состояние, но я вывез катку. Очень похоже на город в России. У нас как это делается? Нас было трое, мы сели в машину, один за руль, справа инструктор, сзади двое. То есть один едет, потом меняется со вторым, потом меняется с третьим. Ничего сложного, ничего страшного, пацаны ехали минут по 10, ну, видно, что они новички, делали глупые ошибки. Я сел последний, я поехал, наверное, минуты полторы, и чувак сказал, все, заворачивай обратно на автошколу. И пацанам дали еще там по несколько часов уроков, а мне сказали, все, ты прошел, иди, записывайся на последний урок. Последний урок, это будет вождение по хайвеям. К сожалению, пришлось записаться только через неделю, то есть мне целую неделю ждать этого странного урока. Там будет Саид, мой пацанский инструктор, которого я люблю. То есть мы с ним погоняем, и потом уже будем записываться с вами на последний, финальный, основной экзамен по городу уже с ГИБДДшниками. Я наконец-то это сделал, друзья! У-у-у-е! Вот мои права! Да! А, я вам не показал. Еще криво, да? Вот так вот, да, нормально? Опа! У меня реально полоса на пол лица на фотографии. Забавно. Ну ладно. Короче, это было весело. Это было реально весело. Я вчера сдавал экзамен последний, и в этот день вчера просто херанул лютый ливень. Я вам сейчас вставлю кадры, как я вчера боролся с наводнением, с ливнем, потому что это было жестко. У-у-у! Миздец какой-то просто лютый! У них, короче, дренажная система, походу, совсем говно. Она вообще не справляется. Вода просто везде. Некоторые машины здесь не видно. Просто стоят по поясу же. по половину шины в воде. У меня все тапки уже мокрые нахер. И все остальное, впрочем, тоже. И вот в такую погоду мы сдавали экзамен. Окей, когда я туда уже пришел, уже так не лило, но я был весь нахрен мокрый. И я очень боялся то, что отменят экзамен, потому что здесь... Мне даже рассказывали, что иногда, когда дождь идет, то стопорится все нафиг, и даже люди не ездят на машинах, они паркуются и так далее. То есть могли... Они боятся дождя, блин, здесь. Потому что здесь его не бывает. И могли теоретически сказать, что извините, вы тут ученики, и вам нельзя в такую погоду ездить. Но благость этого не произошло. Я дошел весь мокрый, дождался. Мы вдвоем с каким-то чуваком поехали. Я поехал первый. Мне очень повезло с инструктором ГИБДДшником. Он был очень милый, здоровский. Сразу какие-то шутечки, такой приятный разговорчик. То есть я еду, что-то там обсуждаем даже. Вот он говорит, вот это ты молодец сделал. Вот пропускай спокойно пешеходов, никуда не спешим. Я говорю, да, конечно, безопасность превыше всего. Он такой, да, красава. Все сделал четенько. Ехал, повороты налево, повороты направо. Прям все аккуратно. Никаких прям, я вот чувствую, что никаких вообще проблем. И я ехал, не знаю, а, ну минут 10 я ехал. Из них я, наверное, три или четыре минуты стоял на светофорах. То есть я прям почувствовал, что чувак такой, ну врубился, то, что я умею водить. Я такой, все, окей, ладно, сейчас разворачиваемся и припарковывайся. И вот единственное, что я сделал не очень хорошо, это я как-то странно парканулся. Видимо, я был реально сосредоточен на вождении, на парковке. Ну, я просто встаю на место и такой, типа, окей. Он такой, слушай, ну, мне кажется, ты не очень хорошо припарковался. И я такой, ну, может быть, окей, ладно. Короче, включил заднюю. И да, я понял, что я встал достаточно, ну, не по центру, да, этого парковочного места. Спасибо большое, меняйтесь местами. Вот, и я сел, я, понятное дело, волновался и так далее. Я такой сижу, такой, блин, да ладно, неужели из-за вот этой вот мелкой херни с парковкой меня завернут? И еду так, ну, немножко дальше волнуюсь, типа, прошел, не прошел, непонятно. Чувак второй ехал достаточно хреново, резко тормозил, резко разгонялся и прямо видно было по инструктору, инструктор такой, такой, бля, что ты делаешь? Оно не на арабском разговаривает, я не понимаю, что конкретно. Ну, например, нам было понятно, то, что, типа, из серии Мэн, там, давай аккуратнее едь, человек такой неуверенный. Ну, и мы приехали, выходим, и он ему говорит, типа, чел, ну, тебе надо еще учиться, не очень, типа, хорошо все сделал. На меня такой смотрит, ну, ты же понимаешь, я говорю, да, чел, я понимаю. Типа, ну, я видел то, что, да, чувак еще не очень уверенный. Вот. И на меня поворачивается такой, ну, а тебя я поздравляю. Типа, ты сдал. Я такой, ууу, круто, спасибо. Так что, да, сразу, типа, отпустило. Я такой радостный, веселый. Ну, и мне сказали, вот, на следующий день приходить забирать уже права. Я спокойно поехал домой, мне приходят различные сообщения от ГИБДД, типа, красава, молодец. Вот. И пришел, типа, результат экзамена, который я сейчас тоже прикреплю сюда в виде фотографии. В нем написано то, что я сделал ноль ошибок, и мелких, и ноль ошибок, типа, серьезных. То есть, он эту даже парковку за ошибку даже за мелкую не засчитал. Ну, вообще, короче, кайф. Так что, вот такая вот фигня, друзья. Да, также я еще вам говорил, то, что у меня были хайвэй-классы, то есть, вождение по автострадам. Да, там два часа было вождения, достаточно скучно, не о чем рассказывать, просто фигарили по автостраде, на которой пять полос, и почти нет машин. Единственное, что прикольно, то, что дают разогнаться до сотки. Ну, типа, для нас, да, для русских это немного странно, потому что у нас такого вообще нет, ездишь по городу, и все. А тут ты выезжаешь на хайвэй, фигачишь сотку, и я считаю, это правильно, что надо давать такие уроки по вождению, потому что мне первый раз в Выборг с Питера ехать было пипец как стрёмно, выезжать на трассы, где 90, 110, обгонять, вот это вот все, это было реально прям потные истории. Отдельная вообще история, как-нибудь могу рассказать, кому интересно. Так что вот, друзья, все круто, что по итогу. Меня это заняло полтора месяца, и заплатил я за это 3200 за саму автошколу, так оно и осталось, потому что я не брал никаких дополнительных, да, уроков, не фейлил тесты, все с первого раза сдал, и только что заплатил еще 450 дирхам за сами права, видимо, за ископодавление, какая-то пошлина, но это дохрена, конечно, 450 дирхам, это 9000 рублей, просто так отдал, но, блин, что поделаешь, тут выбора нету, то есть в сумме у меня за это все получилось, 3200 плюс 450, да, 3650, это примерно 70 тысяч рублей, посмотрите курс, чтобы быть up-to-date, как говорится, да, точно, сколько это сейчас, в целом, это около 70 тысяч, в итоге я доволен, потому что полтора месяца это вообще немного, если да, мы говорим об автошколе, 70 тысяч, но мне говорили, как я понял, что это будет стоить около сотки, поэтому я рассчитывал на сотку, заплатил 70, более чем устраивает, Dubai Driving Center, все с ним хорошо в порядке, могу его полностью рекомендовать, адекватные люди, не запаривают, вроде как стараются поближе тебе поставить, поэтому за полтора месяца все получилось сдать, нормальные инструктора, все четенько дают, делают, ну, по крайней мере, головной их офис могу рекомендовать, потому что вот я из него, остальные офисы, хрен его знает, везде люди разные, вот такие дела, друзья, я счастлив, я надеюсь, вам понравилось это видео, я надеюсь, оно вам было полезно, теперь я наконец-то могу заняться тем своим проектом, про который я тогда давно говорю, потому что сейчас у меня есть права, и как вы понимаете, проект будет связан с автомобилем, так что следующее видео, я уверен, что вам очень понравится, мне-то оно точно понравится, потому что это будет новый проект, это будет, для меня это будет точно разрыв башки, для вас не знаю, но я надеюсь, это будет вам реально интересно, поэтому ждем, скоро увидимся, с вами был Саня Черкасов, тусите больше, тусите правильно, делайте крутые вещи, путешествуйте, и мы с вами скоро увидимся, всем пока,